Голова первая На картине огромная змея, удав, глотала хищного зверя. Вот как это было нарисовано. В книге говорилось, удав заглатывает свою жертву целиком, не жуя. Да, после этого он уже не может шевельнуться и спит полгода подряд, пока не переварит пищу. Я много раз думал о полной приключении жизни джунглей и тоже нарисовал цветным карандашом свою первую картину. Это был мой рисунок номер один. Вот что я нарисовал. Я показал мое творение взрослым и спросил, не страшно ли им? Разве шляпа страшная? Возразили мне. А это была совсем не шляпа. Это был удав, который проглотил слона. Потом я нарисовал удава изнутри, чтобы взрослым было понятно. И ведь всегда нужно что-то объяснять. Вот мой рисунок номер два. Взрослые посоветовали мне не рисовать змей ни снаружи, ни изнутри, а побольше интересоваться географией, историей, арифметикой и правописанием. Вот как случилось, что в шести лет я отказался от блестящей карьеры художника. Потерпев неудачу с рисунками номер один и номер два, я утратил веру в себя. Взрослые никогда ничего не понимают сами. А для детей очень утомительно без конца им все что-то объяснять и растолковывать. Да. Ну, я думаю, у человека, в принципе, два очень торжественных момента в жизни вообще. Это появление в этом мире и уход. А вот между двумя мгновениями это то, что жизнь. И мы ее сами, эту жизнь по-крупному, должны определить самим себе. Найти свой путь. Определиться, что у тебя лучше может получаться. Это очень непросто. Ну, и, конечно, преодолеть свои слабости, свои недуги. Найти силы, найти мужество на принятие какого-то важного решения. Быть верным в дружбе, в любви, в согласии, в семье, в этом мире, быть добрым. Вот, наверное. Ну, в общем, получилось так, что я где-то лет с пяти, наверное, с шести уже мечтал быть летчиком. Не просто летчиком, а летчиком-испытателем. И очень много читал. Ну, а затем 57-й год, первый спутник. Затем лайка, первое живое существо в космосе. Ну, и дальше естественный вопрос. Человек наверняка скоро полетит. И уже не просто стать летчиком-испытателем. А мама спрашивает, кем ты будешь? Я говорю, астролетчиком. Так вот уже, так вот, еще до полета Гагарина. Ну, а затем, в общем, 61-й год. Я студент университета на физфаке в Ленинграде. Но я уже начал понимать, что без аэрокуба, без аэродрома я, в общем-то, никак. И дальше, ну, дальше получилось, что я бросаю в университет, иду в летное училище. Это вот как раз полет Юрия Гагарина. Все это вместе. Все это было очень... Ну, полет Гагарина, это был день победы. Для наших людей. Буквально, по всей стране. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!